Мудрые люди, пожилые нефтьюганцы, сегодня принимают поздравления. Горела на пятом этаже квартира. Мы не могли подъехать. Если завтра пожар, огнеборцы и дорожные полицейские провели рейд по городским дворам. И самое главное, мы увидели быт, то есть те условия, в которых мы тогда жили, какую одежду носили. Забытая в цвете, в волшебной флейте. Для старожилов показали цветное кино «Мама вышла замуж». Сегодня праздник у каждого восьмого жителя Ханты-Мансийского округа. Гражданами солидного возраста считаются женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. В Югре таких около 180 тысяч. За последние 10 лет количество пожилых югорчан увеличилось в полтора раза. Средняя трудовая пенсия почти на 6 тысяч больше, чем в других регионах. К ней пожилые жители нашего округа, проработавшие здесь более 15 лет, получают губернаторскую надбавку. Кроме того, пенсионерам полагаются ежегодные выплаты ко дню округа, компенсации на оплату коммунальных услуг, санаторно-курортное лечение, льготы по зубопротезированию. К 70-летию Великой Победы 1800 ветеранов войны смогут отремонтировать жилье за счет государства, передает телерадиокомпания «Югра». Почитая старость, накануне в новом социальном доме Нефтьюганска прошел маленький праздник для его жителей. Пятиклассники школы номер 7 пришли в гости к пожилым людям с танцами и песнями, чтобы немного разнообразить их повседневный быт. О том, как встретили гостей, смотрите в сюжете. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. 11-летняя Арина в школьном проекте с символичным названием «Дом без одиночества» явно активистка. Вместе с одноклассниками, надев разноцветные костюмы, они пришли поздравить жителей дома для престарелых с праздником. В этом году мы узнали о том, что открылся Дом престарелых. И мы решили, что будем ходить, делать праздники. И вот сегодня мы пришли сюда, чтобы поздравить стариков. Празднование Дня пожилых людей – первое торжество в социальном доме. Его только начинают обживать одинокие горожане. Поэтому пока импровизированную сцену разместили в коридоре, который специально украсили к торжеству. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Наше отделение называют «Специальный дом для одиноких престарелых». Хочу сказать, что это несколько неактуальная формулировка на сегодняшний день. Потому что благодаря волонтерам седьмой школы, этим молодым ребятам, наш дом называется «Дом без одиночества». Школьники пришли в гости не с пустыми руками. Кроме подарков они подготовили самое важное – творческие номера. Звонкие хоровые песни сменяли зажигательные танцы. Сегодня в социальном доме для пожилых людей проживает всего 15 человек. Хотя рассчитан он на 100. Причем жить здесь могут не только нефтеюганцы, но и все югорчане. Комфортные условия в интернате созданы и для инвалидов. Мария Орехова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». А сегодня одиноких и престарелых из социального центра поздравили ученики Нефтеюганской коррекционной школы-интернаты и воспитанники детского дома творчества из 11 микрорайона. К поздравлениям присоединилась и мама шестерых детей, которая подсластила пенсионерам праздник, устроив для них чаепитие. Надежда Молдаван с 1983 года живет в Нефтеюганске, работала бухгалтером в муниципальных учреждениях. Сейчас она одна из постояльцев дома для одиноких и престарелых. На свою судьбу жаловаться не любит, но о самых страшных событиях в своей жизни все же рассказала. В 2009 году у нее сгорела собственная трехкомнатная квартира. Продав ее за бесценок, женщина переехала жить на дачу. Но прошлым летом ее жилье опять уничтожил пожар. С тех пор пенсионерка находилась в городском кризисном центре. И вот теперь Надежда Васильевна не просто вновь обрела крышу над головой, но и получила самое главное – внимание и заботу. Я обратилась за помощью в соцзащиту, когда у меня случился пожар. Они мне предоставили крышный центр. Огромное им спасибо и низкий поклон. Сотрудники очень хорошие, вежливые, доброжелательные. Идут навстречу нам, помогают. В общем, очень все прекрасно и хорошо. Не имея когда крыши над головой, это вообще самое лучшее, что из жизни. Россия заняла 65-е место в списке лучших стран для пожилых людей. Рейтинг составила Международная благотворительная организация при поддержке ООН. При этом наша страна переместилась вверх сразу на 13 пунктов. Улучшились гарантии получения дохода для пожилых людей. Довольно высоким остается индекс возможностей российских стариков. Они могут трудоустроиться и получить образование, если захотят. Наиболее же благоприятными странами мира для тех, кому за 60 признаны Норвегия, Швеция и Швейцария. Простая экономика. Далее. Сегодня в нашей стране начинается осенний призыв на военную службу. Из Югры в разные рода войск отправятся более 1700 новобранцев. Это на 10% больше, чем весенний. Для будущих солдат и их родители на протяжении всей кампании при военкоматах будут работать горячие телефонные линии. Номер окружной 8 34 67 39 70 21. Порядка 100 миллионов рублей в год округ тратит на социальные выплаты по резиновым адресам. Такое заявление в РИЦ Югра сделала директор окружного департамента социального развития Мария Краско. По ее словам, сегодня многие получатели государственной поддержки даже не скрывают, что имеют липовую регистрацию и не проживают на территории округа. При этом в полной мере пользуются благами, предусмотренными для югорчан. Чтобы исправить положение, решено ввести ценцы. Оседлости. Нововведение коснется в основном пособий по уходу за детьми. Почти половина получателей этого пособия цен с оседлости не проходит, то есть проживает в округе меньше 10 лет. В департаменте уточняют, те, кто получает пособие по уходу за ребенком уже сейчас, будут получать его до истечения срока. Сегодня вступили в силу поправки в закон об осаде, сообщает телеканал Москва-24. Согласно новым правилам, страховые выплаты за поврежденный автомобиль теперь составляют 400 тысяч рублей. Раньше лимит выплат не мог превышать 160 тысяч. Однако нововведение коснется только тех, кто оформит страховку с 1 октября. Автовладельцы со старыми полисами могут их переоформить. Для этого им придется доплатить 20% от стоимости предыдущей страховки. Увеличится и цена самого полиса. По оценкам экспертов, он будет стоить на 500-600 рублей дороже. В администрации состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с национальными общественными объединениями и религиозными организациями при главе Нефтьюганска. Среди шести вопросов в повестке дня специалисты обсудили эффективность и результаты преподавания нового предмета в начальной школе «Основы религиозных культур и светской этики». Как показала практика, большинство родителей желают, чтобы этот предмет изучали и в старших классах. Кроме того, на заседании отметили, что сейчас в Нефтьюганске ситуация, связанная с межнациональными конфликтами, стала более спокойной по сравнению с прошлыми годами. Проявление толерантности – это не означает, что нужно терпимо относиться к социальной несправедливости и отказываться от своих или уступать чужим убеждениям. Вот это неправильное понимание толерантности. Потому что все-таки толерантность – это, наверное, правильное понимание богатого многообразия и культур нашего мира, и форм самовыражения, и проявления человеческой индивидуальности. Разбить чужое авто и спасти жизнь или приехать на пожар с опозданием – перед такой дилеммой. Каждый день встают водители спецтранспорта. Из-за того, что нефтьюганцы предпочитают парковать машины во дворах, порой забывая об окружающих, брандмейстеры не могут подобраться к домам, где произошло возгорание. Раз в три месяца Красно-Белый КамАЗ совместно с ГИБДД выезжают во дворы, чтобы проверить подъездные пути и еще раз напомнить нефтьюганцам, что беда может прийти и в их многоквартирных. Этот КамАЗ шириной в три метра и длиной в восемь с половиной везет почти пять кубов жизненно важной воды. Денис Лукьянчиков за восемь лет работы в пожарной охране научился маневрировать среди припаркованных машин с ювелирной точностью. Каждый раз сталкиваемся с плохим проездом к месту вызова. Это увеличивает время прибытия, в ходе чего происходят отрицательные моменты при установке пожарных автомобилей. Если на городских улицах автомобилисты всегда пропускают спецтехнику, которая мчит на пожар, то во дворах дела обстоят куда хуже. Именно поэтому огнеборцы совместно с дорожными инспекторами каждые три месяца выезжают в специальные рейды. Сегодня мы совместно с сотрудниками ГИБДД и сотрудниками пожарной охраны проводим рейд, цель которого культура безопасности автолюбителей нашего города. Так случилось, что во время проверки бригаде пожарных пришлось выехать на реальный вызов. Как раз недалеко, в 9-й микрорайон. И здесь огнеборцы столкнулись с той же проблемой. К дому почти не подъехать. К счастью, в этот раз горела еда на плите. Но так везет не всегда. Горела на пятом этаже, горела квартира. Мы не могли подъехать ни основной техникой, автоцистернами на базе «Хамаса РФ-14», ни непосредственно АЛ-50 на базе «Магирус», дабы установить лестницу и подать первый стол помощи в окно. Если авто припарковано по правилам, но все равно мешает проезду спецтехники, сделать с водителем ничего нельзя. Только оперативно найти и попросить убрать машину. А вот те, кто оставляет транспорт прямо возле подъездов или на газонах, ждет штраф. От одной до пяти тысячи рублей. Никита Чебыкин, Евгений Трифилов. Телерадиокомпания «Юганск». Мама вышла замуж. Старожилам «Нефтьюганска» показали советский полнометражный фильм «В цвете». По традиции на все праздники театр «Кукол. Волшебная флейта» бесплатно предоставляет первопроходцам зал для просмотра кино. А сегодня двойной повод для встречи. Это день пожилых людей, день рождения популярного в те годы актера Олега Ефремова, который и сыграл главную роль в этой мелодраме. Сентиментальную ленту старожилы выбрали сами. В этом фильме показаны взаимоотношения отцов и детей и, главное, любовь. Во времена их молодости все это было пережито, и сейчас пожилые вспоминают свои поступки и дают советы молодым. И самое главное, мы увидели быт, то есть те условия, в которых мы тогда жили, какую одежду носили, чем занимались в свободное время. То есть вот такие воспоминания нам необходимы. Потому что ясно, что сейчас в этом возрасте мы свою жизнь проживаем, вот когда иногда дома такая ностальгия нападет. Мы каждый вспоминаем вот от детских лет и до преклонного возраста. Филиал Тюмень-Энерго «Нефтеюганские электрические сети» получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2014-2015. На протяжении трех дней комиссия в сопровождении специалистов филиала проводила противоаварийные тренировки, проверяли документацию, технику пожарной и промышленной безопасности на объектах. В состав комиссии вошли 13 человек. Это не только специалисты различных служб других филиалов Тюмень-Энерго, но и также государственные инспекторы отдела энергетического надзора по Югре и представители комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района. Подробности смотрите в нашем эфире через несколько секунд. На этом все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи в эфире.